Приветствую вас. Ситуация ваша действительно непростая, но ее неоднозначность, ее непростота заключается не в самой ситуации, в самой ситуации как раз все более-менее понятно, а сложная ситуация заключается в том, чего хотите вы. Сложная ситуация заключается в том, что нужно вам. Сложная ситуация заключается в том, что даже в своем сообщении, в своем тексте вы написали все несколько сбившего и соответственно здесь могут быть различные интерпретации, различные особенности. восприятия как ответов, так и поданной информации, которую вы дали, которую вы опубликовали. Вот, поэтому давайте я постараюсь сейчас разобрать все, что вы написали, да, вот, и дальше будет понятно, видно. Итак, я преподаватель. Преподаватель, преподаватель чего? Очень важно знать, что вы преподаете, потому что преподавать может только тот человек, который разбирается в том, что он делает, в том, что он преподает. Вот. 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 Не то чтобы у меня есть ощущение, что вы не знаете, что преподаете. Именно такого, именно такого ощущения у меня нет. Вот. Но для полнотой картины было бы, конечно, неплохо знать, что именно вы преподаете. Дальше идем. Так, я работала три года с клиентом, занятия проходили в офисе два раза в неделю по три часа. Я не поняла, как влюбилась. Мне 35, ему 45 лет. Так. Значит, вы долгое время проводились с человеком, долгое время с ним были вместе, регулярно проводили время с ним. Вот. Значит, и вы не заметили, как влюбились. Ну, вообще-то говоря, влюбленность здесь это ничего странного, потому что вы долго проводили время с мужчиной. Вы, судя по всему, сами в отношениях не находитесь, то есть, ну, у вас нет, нет, у вас нет мужчины. Вот. И при таком раскладе, естественно, что вы влюбитесь, потому что потребность в любви и вообще необходимость для человека испытывать. Такое чувство, это вполне естественно. Вот. То есть, вопрос здесь, он не в том, как вы влюбились, да, или как вас угораздило влюбиться, например, если вы так вопрос ставите. Вот. Дело не в этом. Дело именно в том, по какой причине на момент вступления вот с ним в отношения, в отношения с мужчиной с этим, да, по какой причине у вас на момент вступления с ним в отношения нет, нет, не было своего мужчины, или нет своего мужчины. Вот. Вот это, пожалуй, важно, важно. Понимаете? Вам 35 лет, у вас нет, нет семьи, нет мужчины. Чтобы вы правильно меня поняли, то есть, ну, без каких-то искажений, вот, мне бы хотелось сразу заметить, что я вас не обвиняю ни в чем. Ну, абсолютно ни в чем не обвиняю, а я просто хочу, чтобы вы именно постарались понять. Первая причина кроется именно в том, что у вас нет семьи, вот к этому возрасту, да, у вас нет семьи. И у этого, у того, что у вас нет семьи, есть причины, причины, с которыми нужно, безусловно, работать. Дальше он женат, а стрелец, я с трудом доработал до конца курса. Ну, смотрите, Мария, здесь вы говорите о, опять же, чувстве любви. Это вы влюбились, но проработали с трудом, с, ну, с мужчиной, да, трудно это было. И вот здесь, тоже, на мой взгляд, достаточно важный момент. В чем сложность? То есть, предположим, что вы влюбились, да, ну, вот, вы влюбились. Вы любите человек. Это хорошо. Но в чем сложность? То есть, получается, что в данном случае влюбленность была для вас чем-то достаточно негативным. Влюбленность была для вас болезненной, да, и любовь для вас болезненную. Мне кажется, что до сих пор это так, до сих пор болезненность. Вот. А болезненность значит потребность. То есть, у вас есть потребность в чем-то, и вследствие неудовлетворенности этой потребности вы и испытываете негатив. То есть, именно вследствие того, что вы не можете удовлетворить те желания, которые связаны с влюбленностью, например, быть этим человеком, допустим, или что-то еще. Вы испытываете болезненность. То есть, вот, что вам трудно работать с ним было. То есть, это своего рода и есть реакция на неудовлетворенное желание. Итак, еще раз. В чем была трудность работать с мужчиной? Вот что вы чувствуете? Как вы это чувствуете? Дальше. Аммм, так. Передать его кому-то другому не было возможности, но это тоже нужно исследовать. Насколько это действительно так? Может быть, была, но вы не хотели? То есть, тут может иметь место быть вторичная выгода. После окончания курса попрощалась и попыталась удалить все контакты из соцсетей и забыть его. Вы знаете, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы, все в порядке, вроде бы, здесь. Но вместе с тем, что-то настораживает. То есть, допустим, что контакты у вас какие-то были. Как-то вы, например, взаимодействовали друг с другом, скажем так. Вот курс заканчивается, и вы внезапно удаляете все, удаляете, удаляетесь из сети. Ну, я полагаю, что крайне наивно думать, что мужчина, который был с вами три года, да, который за это время привык к вам в любом случае, да, вне зависимости от того, женат он или не женат, вот. Было бы наивно полагать, что он это не заметит, то, что вы удалили его из, ну, из соцсетей, из друзей, и это проигнорируют. Вот. А это значит, что вы, скорее всего, скорее всего, неосознанно делали это специально. То есть, вы специально хотели привлечь его внимание к себе. Ну, потому что вам это было нужно. Вам нужно, чтобы он на вас обратил внимание. Если бы вас это не волновало, то я думаю, что сделать бы вы могли по-другому совсем совсем. То есть, может, можно было бы, допустим, просто оставить мужчину в, ну, в качестве друзей, да, вот. А оставить мужчину в качестве друга вашего. Но при этом не общаться с ним. Вот это была бы более такая честная позиция. Вот. Но этого не произошло. И невольно выникает вопрос, да, почему. Дальше. Так, значит, он начал спрашивать, после этого, значит, начал писать, спрашивать, что не так, давай поговорим, я хочу вернуть нашу дружбу и ждет ты, мой близкий друг. Ну, здесь момент сам по себе, конечно, интересный, да, то есть, тут вот вы пишете, что мужчина считает вас своим близким другом. Ну, вот, то есть, тут вы высказываетесь об этом. Но при этом информации о том, что вы находились с ним в дружеских отношениях, да, вы не предоставили. И поэтому здесь некая путаница, ибо по вашим первоначальным словам получается так, что вы с мужчиной дружили. Просто дружили. И все. Понимаете? Вот. По вашим словам получается, что вы с мужчиной просто дружили. То есть, даже не дружили, это даже неправильная, эм, неправильная формулировка. Даже не дружили. А вы с мужчиной просто, эм, имели профессиональные отношения. И все. А теперь выясняется, выясняется, что оказывается, оказывается, он считал вас друг. И это, конечно, довольно-таки важный нюанс. Об этом вы умолчали сами. Так, давай поговорим, я хочу вернуть нашу дружбу, это мой близкий друг, скажи мне честно, что произошло и в чем я виноват. То есть, здесь такое ощущение у меня возникло, что ваши отношения, они перешли за град, за град. Вот, значит, ну, за град формальных, они вышли за эту грань, и они стали уже другими. Они стали, может быть, более, эм, ну, ну, более чувственными, более, эм, знаете, как, более близкими. Вот. И это, на самом деле, конечно, тоже довольно такой серьезный момент. Потому что, потому что, потому что, если мужчина считал вас другом, то у него, скорее всего, были основания, так думать, думать. А значит, вы, ну, вот, со своей стороны, да, вы, вы, со своей стороны, дали ему надежду, или дали ему, может быть, понять, что вы друзья. То есть, вы сблизились с ним настолько, что он подумал, что вы друзья. Вот. Тут, опять же, надо бы анализировать именно ваше поведение. Именно ваше поведение, и именно, то, как вы, эээ, себя ведете, вели, точнее, тогда. Дальше, эээ, так, эээ, значит, эээ, так, я согласился, я хочу вернуть противоотношения, я согласился, навстречу. Вот, опять же, здесь аспект какой, эээ, что вы говорите, значит, ну, дальше вот, по тексту, да, своим, своему. Ну, а вы пишите, что дружь, дружбы, мужчины, а вы предложить не можете. Дружбы. То есть, дружить с мужчиной вы не можете. Я вас понимаю. Я понимаю, что вы не можете с мужчиной, с мужчиной дружить. Но, когда вы соглашались навстречу, вы ведь отдавали себе отсчет в том, что мужчина встречается с вами ради того, чтобы наладить отношения ваши, чтобы сделать их, эээ, значит, ну, такими, какие они были. И, о чем он вам, в принципе, и сказал. Вопрос тогда. Чего вы ожидали от, эээ, этой встречи? Знаете, какая история? Дальше. Так, эээ, сказалось, что он не знал, что я влюбилась в него, и дружбу предложить не могу. Ну, опять же, да, вот, если бы вы не хотели чего-то от него, вы бы это написали, в общем-то, в соцсети. И, до этого он писал мне, что хочет помочь бизнесом, поддержать меня, как может, после того, как я создал своих чувств, он был в шоке. Ну, да, скорее всего, он не ожидал. Эээ, сказал, что ты мне тоже очень нравишься, я знаю, что у нас есть взаимные протяжения, но изменить ничего нельзя, давай, я, я жена, давай и дальше дружить. То есть, тут такая странная немного история, что вы ему вроде как сказали, что дружить-то вы с ним не можете. То есть, у вас, у вас нет ресурсов с ним дружить, а он вам дружбу предлагает. Ну, это, конечно, какая-то странная позиция, такое впечатление, что то ли вы друг друга не слышите, вот, то ли, не знаю, может быть, он не хочет вас слышать. Вот, а может быть, может быть, вы до него так и не смогли донести вот эту вот свою мысль о том, что, ну, что дружить вы не готовы. Вот. Не знаю, но в любом случае, вот, как бы, предложение дружбы здесь, особенно, особенно при наличии факта признания с его стороны в протяжении, это как раз таки не взрослое поведение, а не взрослое, ну, не взрослый выбор. Вот. Сказал, что теперь он не будет помогать бизнесом, так как, где есть эмоции, там есть риск. В принципе, он прав, он хочет этого избежать. Я думаю, он прав, тут вы согласны. Почему у меня такое чувство, что я преступница? Ну, здесь, собственно, начинается самое интересное. Вот. Я полагаю, что у вас есть определенный такой жизненный сценарий, не чувствуй, в котором вы живете. То есть, этот жизненный сценарий, он вот так и выглядит, значит, ну, что люди винят себя за проявление чувств. За проявление своих чувств. То есть, не абы каких, да, а именно своих чувств. Я полагаю, что именно по этой причине, по причине того, что вы вините себя за свои чувства, вот. Я полагаю, что именно поэтому вы и не смогли построить отношений ни с кем. Вот. Ну, в частности, вот, не смогли создать семью. Именно потому, что вы обвиняете себя в своих чувствах. То есть, вы считаете, что чувств у вас, ну, по-видимому, быть не должно. Или вы себе их запрещаете. И совершенно понятно, на мой взгляд, что подобная позиция, она идет из детства, то есть, позиция у вас такая, такая, да, она не случайная, она, эта позиция. Это родительская, вот, то есть, это ваши родители. Так вот, раз, ну, воспитали, что чувствовать быть не должно, вот. И, собственно, вы обвиняете себя в том, что, ну, возможно, 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 я не уверен в этом пока что, да. Но, возможно, вы обвиняете себя в чувствах, потому что считаете это слабостью, например, да, считаете это чем-то таким, ну, совершенно неприемлемым для себя. Ну, при том, что, в общем-то, выражать чувство, это нормально. То есть, еще раз повторю, здесь нужно разбираться именно с тем, как вы относитесь к себе и к тому, что вы чувствуете. То есть, как часто вы позволяете себе чувствовать, позволяли себе чувствовать, были ли у вас отношения раньше, и если да, то какими они были, значит, как они развивались, как они длились, так сказать. Вот. И чем они заканчивают. Это подлежит разбору. Однозначно, в любом случае. Дальше. Так. То есть, здесь у вас чувство вины. Вот. Чувство вины – это очень интересная эмоция, интересное чувство, потому что оно никогда не бывает собственным. Чувство вины всегда заимствовано у кого-то. Чувство вины всегда берет свое начало из установок. То есть, я не должна чего-то делать. Я не имею права на что-то. Я поступила плохо. То есть, это в некоторой степени такое оценочное осуждение. Вот. И именно его, это оценочное осуждение, я и предлагаю вам рассмотреть. Вот. Что именно, какая именно природа у вашего вот данного оценочного осуждения. Вот. То есть, откуда оно у вас взялось, вот это вот оценочное осуждение. Вот. И может быть, точнее не может быть, а скорее всего точно, вот, избавившись от гнета, значит, вины, которую вы ощущаете сейчас. Вы могли бы устраивать более качественные, более интересные отношения. Вот. Более продуктивные и менее невротичные. Вот. Потому что сейчас у вас такое ощущение, да, что отношения вы хотите, но позволить себе их не можете. Что я сделал, что это плохое у частных, когда признался в любви. Вот. Это оценочное осуждение. Это оценочное осуждение, что подавленность, это своего рода наказание как раз за это. Вот. То есть, что вы делаете сейчас, это, по сути, вы себя наказываете. Вот. Но понятно, что сам себя человек наказывать не может, потому что как бы не за что. Вот. То есть, человек сам развивается свободен. Вот. Он тебя не наказывает. Вот. А наказывает именно другие люди. Вот. Другие люди. В частности, вот ваши значимые родительские фигуры. Вот. которые, которые были в вашей жизни. Может быть, и они есть до сих пор в вашей жизни. И именно они не позволяют вам чувствовать себя свободно. Дальше. Так. Я подавлен, но почему? Помимо той причины, которую я описал, помимо, есть и еще возможные причины. Это причина ваших желаний. То есть, это причина в том, что вы хотите что-то для себя, хотели что-то для себя. Ну, вот. От этих отношений все-таки. То есть, вам все-таки было что-то нужно от мужчин. Вы все-таки чего-то хотели для себя. И, несмотря на то, что вы рационализировали и говорили, что нет, ничего не будет, ничего не может быть, что там все закрыто и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на это, вы все равно надеялись, хотели. Потому что, ну, вы же не удовлетворены. И, соответственно, в этом и заключается основная причина, ну, может заключаться основная причина вашей подавленности. То есть, это разочарование, по сути. То есть, вот, появилась надежда, да, появилась надежда, что я могу, я наконец-то, наконец-то получу. То есть, хочу, да. Ну, вот. Ну, еще раз повторю, вы не просто так влюбились. Вот. То есть, если вы влюбились, значит, на это были какие-то причины. Вот. То есть, не нужно, не нужно, вот, думать, что это, что произошло, просто, по случайности, да. Это, это не случайность. Дальше. Эм, так. Я не дала в ответ, эм, я тебя тоже люблю, я знал, я знал, что нет. Ну, знали, это разданализация, а вопрос в том, чего хотели. Еще он сказал, что нужно как-то по-врослому понимать, что изменить ничего нельзя. Мне кажется, что по-врослому это сказать, почему что-то невозможно, а не оставлять человека в догадках с чувством вины. Ну, вот здесь вы, как бы, здесь вы, к сожалению, перекладываете на человека ответственность за свое чувство и свои ощущения. То есть, вину испытываете вы, а обвиняете вы человека. То есть, происходит уже процесс переноса. Вот здесь. Вот. 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 К сожалению. К сожалению. И это, конечно, весьма и весьма тревожный знак, тревожный симптом, потому что далеко не самый лучший расклад. А обвинять другого в том, что чувствуете вы. Вот. То есть, это не он ответственен за то, что вы чувствуете вину, а вы, чувство вины вашей. Понимаете? Понимаете? Поэтому, я думаю, что здесь вы просто используете привычный механизм, ну, привычный, привычный для себя механизм. Разрядки. Вот. Разрядки. Разрядки. Привычный механизм. Привычный механизм разрядки, например, от чувства вины, которые, которые, ну, которые у вас есть, которые вас, естественно, тяготит. Вот. Потому что мужчина, он, ну, я его, я его не оправдываю, конечно, да, то есть, я вообще-то не знаю всех, всех деталей. Вот. Чтобы, чтобы оправдывать кого-то. Вот. Но, я думаю, что он поступил в этой ситуации, в принципе, единственным возможным образом, да. То есть, он сказал, что невозможно, потому что он женат, и, в общем-то, это вполне адекватная причина. То есть, здесь не совсем понятно, какая причина ещё нужна вам. Вот. Что ещё вам нужно. Какие, какие ещё основания нужны вам, чтобы понять, что вы не можете быть вместе. Вот. То есть, это вот такой аспект. И аспект, аспект, вот, переноса, это тоже очень важно. Важно. То есть, здесь вы уже выступаете в роли родителя такого, да. То есть, вот, то вы его превосносите, то вы говорите, как бы, ну, о нём отзываетесь, как о ком-то важном, значимом, ценном, хорошем и интересном. Интересным. Для вас. Да. Вот. А сейчас вы совсем иначе уже, как бы, к нему относитесь. Сейчас вы, как будто бы, уже склонны его больше именно обвинять в чём-то. А это родительская позиция. Это, в свою очередь, это может означать, что вы не имеете возможности с людьми выстраивать именно, именно равных отношений. Вот. То есть, я опять же, опять же, да, я не знаю, как обстоят дела. Может быть, может быть, я ошибаюсь. И, может быть, на самом деле, всё совсем не так, как вы. Ну, может быть, всё совсем иначе. Вот. Но, исходя из того, что вы написали, я могу сделать именно такой вывод. Дальше. Он пропал, я чувствую себя ужасно. Из-за чего вы чувствуете себя ужасно? Я не понимаю, почему он так поступил. Как он поступил? Вопрос. Как он поступил конкретно? Он пропал, потому что, скорее всего, понял, что у него к вам тоже есть чувства, у него к вам тоже есть притяжение, как он сказал. И теперь, когда он знает, что у вас есть к нему чувства, ему сложнее будет вести себя отстранённо. То есть, грубо говоря, грубо говоря, появится больше соблазна. Грубо говоря, появится больший соблазн. Ну, быть с вами, с вами, разближаться с вами, да, и так далее. Но вы, как будто бы, как будто бы, этого не понимаете, не хотите. Понятно, понятно, потому что вам плохо. А ответственность за свои чувства вы на себя брать не хотите. Он сам просил о встрече через год. Сам хотел помочь бизнесу. Здесь не очень понятно. Не очень понятно, о чём вы говорите. То есть, если это было, допустим, ну, допустим, если это было во время обучения вашего, допустим, то есть, ну, да, не ваше обучение, а вашего учебного процесса, если это было, если это было, вот. То, ну, вы же понимаете, что после того, как вы признались ему в чувствах, всё изменилось. И вы же понимаете, что ситуация теперь, да, совсем не такая, и что мужчина не может с вами вести дела, о чём он вам, в принципе, и сказал, и сказал он вам об этом достаточно прямо, вот. То есть, если вы, это если вы об этом. А если мужчина ещё через год просил о встрече, и сказал, что хочет помочь бизнесу. То тут, если я правильно вас понял, год ещё не прошёл. То есть, опять же, не очень понятно, о чём идёт речь. Не очень, не очень понятно, о чём вы говорите. Всё время боялась, что мои чувства кто-то заметил. Да, вот это вот основная сценарная проблема, что вы не позволяете себе чувствовать. Боитесь. А чего боитесь? Что лежит в основе страха? А в основе страха лежит несвобода. Теперь очень больно, что я открылась. От чего больно? В чём больно? Ну, конкретно, в чём больно? Но другого варианта я не видел. Притворяться другом любящего человека очень трудно. Нет, не трудно. Если любовь, она, скажем так, здоровая. То есть, не невротическая. А вот в этом случае, вообще не сложно быть другом любящего человека. То, что вы не смогли, это ни о чём не говорит. Да? Вот. То есть, вы здесь себя обрабатываете. Вы здесь пытаетесь себя оправдать. Ну, на мой взгляд, это, в общем-то, позиция, я бы сказал, деструктивная. Потому что, обрадывая себя, обрадывая свою позицию, вот, вы вряд ли, не добьётесь чего-то. Если вы понимаете, о чём я говорю. То есть, вам нужно для себя решить, что, вот, на данный момент, да, на данный момент, значит, вам тридцать пять лет, на данный момент, вы готовы менять в своей жизни что-то? По-другому относиться к себе, к своим чувствам. Может быть, по-другому воспринимать, там, мужчин, например, себя. Если готовы, то тогда нужно начинать работать, нужно анализировать ваш сценарий, ваши отношения к чувствам, вот, и именно вам, самой, стараться быть более взрослым. Ну, потому что, потому что сейчас не столько взрослый вы, сколько взрослый, вот, человек. Ну, о котором вы говорите, он поступает более взрослым, чем вы, более по-зрослому, чем вы, скажем так. Вот. Так, ну, в принципе всё, в принципе всё. Всё, разобрал. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...